Друзья, всем привет! Сегодня будем делать самоделку из пластиковых труб. Нашел я в интернете одну прикольную идею, сразу пошел тестировать и делиться этой идеей с вами. В магазине купил всякие штуки, а именно 2 метровые канализационные трубы на 40 и на 32 мм. Ну на самом деле нужны полметровые, но в магазине были эти. В процессе работы придется укоротить. Также нам понадобится муфта соединительная на 40 мм, муфта или манжета переходная с 40 на 32 мм, две заглушки 32 и 40 мм и отводы 32 на 90 и 45 градусов. Для начала убираем все наклейки, они тут не нужны. Затем нужен кусок резины, подойдет старая перчатка. Из нее вырезаем два кругляшка, диаметром равным внутренним диаметром заглушек. Стараемся их сделать так, чтобы они подходили вплотную. Теперь в заглушках проделываем отверстия. Первое с краю на 2 мм и второе ближе к центру на 8 мм. Теперь в заглушках проделываем отверстия. Пару на 8 мм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В резиновых кругляшках надо сделать отверстие, которое должно совпадать с отверстием заглушки, тем, которое на 2 мм. Сделаю его самодельным шилом из старого бура от перфоратора. Далее беру горелку и маленький кусок белевой веревки. Подплавляю один край и пассатижами быстро прижимаю в горячую веревку, чтобы получить расплюснутый край по форме как грибок. Второй край пока просто слепляю, чтобы продеть в резиновый кругляш, а затем и в заглушку. Теперь подплавляю второй край и делаю на нем грибок. Получаем что-то похожее на клапан. То же самое проделываем со второй заглушкой. Пришло время немного попилить трубы. У 32 трубы отрезаем верхнее кольцо, в котором вложена манжета. Ну и затем, как я и говорил вначале, укорачиваем трубы до полуметра. Естественно, если бы были полуметровые трубы в наличии, то укорачивать их бы не пришлось. Переходную манжету 40 на 32 тоже нужно немного укоротить. Внутри есть три кольца, так вот надо сделать так, чтобы их стало два. А теперь сажаем все на термоклей, как на видео. Я предварительно проверял, какой клей будет лучше держать. У меня был под рукой цианокоррелатный клей Космофен, двухкомпонентный эпоксидный, клей пена из баллона и термоклей. Я все их протестировал и для этой самоделки лучше всего подошел именно термоклей. На 32 трубе срезаем остатки клея. Надеваем 40 соединительную муфту на 32 трубу так, чтобы переходная манжета была к тонкой стороне трубы. Задача теперь состоит в том, чтобы 32 трубу вставить в 40. Чтобы легко это было сделать, можно смазать маслом или силиконом. Труба в трубе должна довольно легко ходить, поэтому получше ее смажем. Муфту также сажаем на термоклей, на 40 трубу. А с другой стороны муфты ничего не делаем. Там 32 труба должна свободно, но плотно ходить. Также на клей сажаем отводы. Так, друзья, последний штрих. Отводы фиксируем для надежности саморезами, так как на них будет нагрузка. Готово! Получилась простейшая помпа для откачки воды из труднодоступных полостей. Например, из-за аквариума или из лунки. Будет полезно и в саду. Например, для перекачки воды из бочки в лейку, которая не пролазит в бочку. Только на край надену гибкий шланг для удобства. Бюджет такой помпы 150 рублей и 20 минут свободного времени. Заводской подобный вариант вы найдете на рынке от 1500 рублей. Пока детали друг к другу не притерлись, ход поршня происходит с небольшим усилием. Но через некоторое время ход будет свободный и качать воду будет просто. Друзья, вот такая самоделка, которую я хотел с вами поделиться, сегодня получилась. Оцените лайком, если понравилось, и напишите коммент, как и что можно в ней улучшить. Пишите любые замечания и предложения. И пишите просто так. Я все читаю и почти на все отвечаю. А тех, кто не подписан на канал, я прошу обязательно подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за внимание, хорошего вам настроения и пока-пока!